Уважаемые радиослушатели, вечер понедельника и 6 часов на наших студийных в нашей замечательной студии светло как обычно и стало еще уютнее потому что у нас наши долгожданные гости. Это конечно же ведущая и автор программы «Жизнь в Америке. Вопросы и ответы» Полина Пержу. Здравствуйте. А также ее спикеры сегодняшние. Я думаю, она их очень хорошо представит. Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо всем, кто смотрит нас и слушает нас. Как мы говорили, осень замечательное время. Мы проводим много времени с семьей. У нас предстоят праздники, у нас большие выборы предстоят президентские. Я знаю, что сегодня дебаты. Поэтому если вдруг вы не слушаете президентские дебаты, а слушаете нас, это еще большая честь для нас. Спасибо большое, что присоединились. И мы продолжаем говорить все, что касается бизнеса. И мы будем говорить на протяжении всей осени. У меня программа уже расписана до конца этого года. У нас предстоит финансовая часть. Начиная со следующего понедельника мы будем говорить о кредитной истории. Кредитная история относится ко всем, даже если вы не занимаетесь бизнесом. И у нас будет специалист, который один из самых востребованных в городе на эту тему. Но сегодня мы продолжаем говорить о бизнесе. И у нас в гостях очень необычный человек. Я бы сказала, для нашей комьюнити. Я не знаю подобных людей. У нас в гостях сегодня Билл Хортон. И он профессиональный бизнес-адвайзер. Помимо этого он учит бизнес-классы и многим другим вещам. И я думаю, что вам будет очень-очень интересно услышать о таком человеке. Скажу честно, что в основном всех презентеров я должна в первую очередь знать лично, чтобы допустить их на программу, чтобы точно знать, что вы услышите профессионала и очень хорошую достоверную информацию. Я Билла знаю более пяти лет. И он один из единственных бизнес-адвайзеров, который полностью легитимный бизнес-адвайзер, я бы так сказала. Он, конечно, побольше расскажет о себе и о своем бизнес-опыте. И я знаю сотни людей, которым он помог в плане бизнеса. Поэтому слушайте внимательно, звоните, задавайте вопросы, пишите. Это просто замечательный человек. И с нами также сегодня Гунта. Спасибо большое, она будет переводить. Поэтому звоните, пишите, а мы начинаем нашу тему. Здравствуй, Билл. Я думаю, что это самая длинная фраза, длинная фраза, что кто-то обо мне рассказывал, и я даже не понимаю, о чем они сказали. Я говорила только хорошее. Я говорила только хорошие вещи о тебе. Прекрасно. Билл, можешь рассказать нашей аудиенции, как ты начал, как ты стал бизнес-адвайзером и чем ты занимался до этого? Я стал советником по бизнесу. Просто так получилось. На самом деле меня называют как бизнес-стратегист, то есть который составляет стратегию бизнеса. И что это значит? Это значит, что я помогаю людям перебразовать то, как они ведут свой бизнес. И цель в том, чтобы они были более уверены, чтобы им было бы более понятно, какие у них выборы. И чтобы они себя чувствовали более уверены насчет своего бизнеса. И вторая часть твоего вопроса была в том, как я вошел в эту роль. Это из-за моего опыта, потому что я вел три бизнеса. Один из них был провалом. И на самом деле вы можете очень многому научиться из-за провала. И мы будем говорить насчет этого в течение этой программы. Вначале я вел один бизнес в Сан-Франциско, который занимался одеждой. Потом я работал с компанией, которая называлась Post Environment. И потом я стал бизнес-адвайзером. И один из самых лучших советов, который я мог бы вам дать, если вы хотите понять, как вести ваш бизнес, то поговорите с кем-то, у кого есть хороший опыт по ведению бизнеса. Абсолютно согласна с этим, потому что так часто, к сожалению, в данный момент мы слышим советы от людей, которые абсолютно ничего не знают. Если спросить людей, которые писали книги, они не вели никакого бизнеса и никакого опыта не имеют. Теоретики, но не практики. Да. А как мы знаем, что теоретически это одно, практика это другое. Билл, можешь рассказать о своем первом клиенте, которому ты помогал? Билл, можешь рассказать о своем первом клиенте, которым ты помогал? Вау, я не ожидал этого. Это я не ожидал. Первый клиент. Первый клиент. Вау, это было 8 лет назад. О, да, опять же. Это было 8 лет назад. Я на самом деле могу об этом рассказать, да. На самом деле это был первый мой клиент, это была юридическая компания, это было несколько юристов, которые начали свой бизнес, и они хотели расшириться. Но они на самом деле не разговаривали со своими клиентами. И они никак не могли понять, с кем они хотят работать. И каким языком пользоваться, чтобы найти этого человека. И поэтому для моего первого клиента я должна была понять и показать им, для кого они являются самыми хорошими юристами. Замечательно. А в данный момент, кто является твоим средним клиентом? Кто вообще по, как бы, если бы ты мог описать профайл человека, который обращается к тебе за помощью? Кто этот человек? Обычно это бизнесы, которые расширяются. Они вели бизнес уже, скажем, пару лет и начинают видеть какой-то успех. И затем они встречаются с таким вызовом, что как же им дальше расти, а как идти дальше. И часто они встречаются с таким вопросом, как же самому хозяину отступить от того, чтобы ввести ежедневные вопросы. Кроме того, вопрос в том, что как найти новых клиентов. И как продолжать строить тот бизнес, который они уже имеют. И обычно я людям задаю четыре вопроса, чтобы понять, где же они находятся в своем бизнесе. И вы, наверное, думаете, что это очень важные вопросы. Но я нахожу, что самые простые вопросы – это самые хорошие вопросы. И вот вам четыре вопроса. Первое. Что работает? И я задаю им этот вопрос, потому что я хочу узнать, знают ли они, что работают. Обращают ли они внимание на то, что работает. И второй вопрос – что не работает. Можете ли вы понять, что не так, или вы смотрите в совершенно обратную сторону? И это приводит нас к вопросу номер три. Почему нет? Если мы спрашиваем, что работает, что не работает, то почему нет? Являетесь ли вы проблемой? Можете ли вы понять, определить проблему? А почему вы ничего не сделали насчет проблемы? И последний вопрос – что бы вы хотели, чтобы шло по-другому? Очень многие люди, они могут понять, что не так. Однако они не думают о том, какой будет следующий шаг. Что бы им хотелось, чтобы шло по-другому? Значит, я понимаю четыре вопроса. И какой следующий практический шаг ты помогаешь им предпринять, после того, как они ответили на эти вопросы? То есть я пытаюсь объяснить людям, которые, может быть, никогда не пользовались услугами такого человека, как ты, и что они могут ожидать, если они позвонят тебе за консультацией. То есть первый вопрос, первое, что мы сделали, мы бы просто оценили, на какой стадии находится бизнес. То есть мы определим, где этот бизнес находится, и какие самые главные проблемы бизнеса. После того, как мы определили, какие проблемы, где бизнес находится, мы дальше говорим о том, куда бы они хотели бы прийти, к какой стадии хотели бы они прийти. Если мы определили, что ваш бизнес находится здесь, и хотим, чтобы бизнес находился здесь, то есть после этого мы рассматриваем, какие шаги нужно предпринимать, чтобы этот бизнес дошел до той точки, куда вы хотели бы его довести. Мне особенно нравится, как перевозчик пользуется моими жестами. Так получается, ты помогаешь составить им план. А следишь ли, ты потом исполняет ли они данный план? То есть вопрос в том, что они должны нести какую-то ответственность. И мы определяем, какие шаги нужно предпринимать. И эти шаги заключаются в том, что приведет к изменению или к успеху. И затем мы определяем, как мы будем измерять, что работает, что не работает. И это есть часть, где хозяева несут ответственность или подответственность. И я очень особым образом отношусь к тем людям, с которыми я работаю. Они должны желать делать эту работу. Потому что очень часто они думают, что консультант будет вести всю вашу работу. Или, мне кажется, они ожидают оправдания своим ошибкам. Это другая хорошая точка. Мне это нравится. Иногда в моем бизнесе люди приходят и рассказывают мне о своих прошлых проектах, тем самым объясняя, почему что-то пошло неправильно, но это не была их вина. То есть люди всегда хотят услышать, да, это не была твоя вина. Это очень хорошее замечание, потому что я очень часто вижу, что люди тоже так говорят, что это не из-за меня, это рынок. Или клиенты меня не понимали. Или я никак не могу понять, почему никто меня не мог найти. Или, о, мне, наверное, надо было сделать этот сайт. Эту страничку интернета. И это все связано с этими решениями, которые хозяин сделал или не сделал. Я думаю, также особая ценность работы с таким человеком, как ты, это связи, которые ты имеешь. И, скорее всего, когда у людей возникают проблемы, ты можешь им даже посоветовать, кому обратиться для выполнения того или другого шага. Правильно? Да, часть этой связи или ресурсы. И очень часто это просто бывает помощь хозяевам определить, что именно они не достигают. Очень часто изменения для людей идут тяжело. И поэтому консультация извне, она помогает нам принять такие решения, которые мы сами не могли бы принять. Я также знаю, что ты учишь много бизнес-классы в Mercy Corner West, и ты общаешься не только с людьми, которые уже имеют свой бизнес несколько лет, но и с теми людьми, которые вот-вот открывают свой бизнес. То какие пять шагов должен предпринять человек, который вот-вот хочет открыть свой первый бизнес? I know that you are also teaching business class at Mercy Corps, and you help people who are already in business or are just planning to open the business. Could you please tell about those five steps that you are advising people to take before they start the business? Yes, that was a great question you had had earlier. I was really excited. Это хороший вопрос, я очень рад. So the first is, get some education, get some basic business knowledge. Первое – это получи какое-то образование, получи какое-то основное, основополагательное понятие о бизнесе. Number two is market viability. И второе – это рынок, чтобы ты бы подходил рынку. And what that means is, is this idea viable? Will it work? И что это значит? Пройдет ли эта идея? Будет ли она работать? И номер три – знаешь ли ты своего клиента? Have you been getting feedback? Have you been conducting a focus group to find out if your customer wants what you want? Получил ли ты какую-то обратную связь? Общался ли ты с клиентом и узнал, получит ли он то, что ты хочешь ему предложить? Number four would be – have you been researching your competition? И номер четыре – изучал ли ты тех, которые соревнуются с тобой, своих конкурентов? Who's in the market? What are they doing? What's their price point? Кто находится в этом рынке? Чем они занимаются? Какие у них цены? What can you do better than that? What can you do different than that? И что ты можешь сделать лучше, чем они? Что ты можешь сделать по-другому, чем они? And number five is – what's the risk? И номер пять – в чем заключается риск? Before you open any business, you have to be able to answer this question. Перед тем, как ты откроешь любой бизнес, ты должен мочь ответить на любой из этих вопросов. What's the worst thing that can happen? Что самое плохое, что может случиться? Are you prepared for that? Готов ли ты к этому? You can't move forward until you've answered that question. Ты не можешь пойти дальше, если ты не ответишь на этот вопрос. И здесь я хочу сказать дорогим радиослушателям, что на все эти вопросы я уверена, что можно не только получить частную консультацию у Билла, но также обратиться в Mercy Corner West и пройти, они называются Business Foundation классы. То есть это и есть та основа, которую вам нужно знать перед началом бизнеса. И я веду эти классы два раза в год на русском языке. Кстати говоря, новая серия начинается 5 октября. Это будет 6 сред подряд, с 6 до 9 вечера. Если вы предпочитаете эту информацию на английском, вы также можете записаться в класс к Биллу. Он учит эти Business Foundation courses. She was also telling about that the listeners not only can get consultation from you, but they can also come to the Business Foundation class at Mercy Corps, and they start, Polina is leading them, so the first class, the closest, will start in October 5th. То есть получается, что ты, Полина, ведёшь эти же самые классы, но на русском языке? Да, Билл ведёт по-английскому. Получается, в Mercy Corps каждый, Mercy Corps North West, это две чуть-чуть разные организации. Mercy Corps — это интернациональная организация, которая занимается помощью другим странам. А Mercy Corps North West — это локальная организация, которая полностью сфокусирована на развитии малого бизнеса. Поэтому там очень есть сильная программа для грантов. И там не обязательно быть русским, можно быть американцем. Кстати, гость, который у нас скоро будет, она будет рассказывать об этом. И бизнес-классы там идут постоянно, но на русском языке только два раза в год. Поэтому, если вы заинтересованы, обращайтесь ко мне, я с удовольствием вас туда направлю. Я скажу, что в среднем у нас от 15 до 20 человек в классе, и время проходит очень быстро. Иногда люди слышат три часа и думают, что это много. По правде, у нас полтора часа делает презентацию какой-то профессионал, потом полтора часа мы объясняем, как писать бизнес-план, отвечаем на конкретные вопросы, делаем интересные игры. То есть да, у нас практика. Я знаю, Оля присутствовала на одном из таких классов. Да, мне очень понравилось. Время действительно пролетело незаметно. И я всем рекомендую, кто хочет открыть бизнес, от практикующих бизнесменов получить информацию, не только теорию, но и практические советы, это бесценно. Значит, мой вопрос к Биллу будет такой. Получается, если человек открывает бизнес, он может пройти бизнес-классы. А что насчет тех людей, которые вот уже в бизнесе? Какие бы стадии роста ты мог ответить, и как ты можешь помочь им на разных стадиях этого роста? So, the question to you is, people who want to open the business, they can go to business foundation classes at Mercy Corps, for example. But people who already are in business, what kind of advices can you give and help them to grow? Yeah, there's a couple of things. Let's talk as resources in the marketplace first. And one, first, let's have a big shout-out and appreciation for Paulina. We have Russian foundations at Mercy Corps North West, because she pioneered it. So, back to the question. И хочу вернуться к вопросу. For existing businesses within the Portland area. Для существующих бизнесов, которые находятся в Портленда границах. There are a couple of great opportunities for resources. У них есть несколько прекрасных возможностей насчет ресурсов. Mercy Corps North West, of course. Конечно, это Mercy Corps North West. И мы там предлагаем классы, которые называются «Основа бизнеса 2» или «Семинар по бизнесу». И это семинар для тех бизнесов, которые существуют по крайней мере год и которые делают какую-то прибыль. И вы работаете с 12 по 14 хозяевами бизнеса и анализируете разные части вашего бизнеса. И другая возможность называется «СПДС». Это через «ПЦЦ колледж». И они предлагают классы для людей, которые находятся на разных уровнях развития бизнеса. Ну, по твоему опыту, я знаю, что мне часто люди говорят, мне некогда учиться, я хочу быстрее делать бизнес. Насколько это важно? И можешь ли ты привести, может быть, несколько клиентов, которые прошел классы, а другой решил вначале прыгнуть в воду, а потом понял важность этого? Я буду нудить, как я знаю, что ты говоришь. И я не знаю, почему я делаю это. Based on your experience, what is the difference between people who... Because oftentimes people say, I don't have time to study, I just want to do the business. Could you give us a couple of examples of people who have taken, like, foundation classes and some education and people who have not been? Один из законов для бизнесов, которые имеют успех. Разница между успехом и провалом в бизнесе. I did that just for you. Thank you. И эта разница – это знание. То есть, разница между успехом и провалом – это чтобы вы делали исследование. Я настолько с этим согласна, потому что ради этого, как бы, мы начали эту программу, чтобы восполнить эту нехватку знаний в нашей комьюнити. I do agree very, very much with you. And that was the reason why we started this program, is to fulfill this need in the community. Yeah, the Small Business Administration Администрация малого бизнеса has been analyzing data over the last 13 years анализировала данные в течение последних 13 лет. And they associate failure in a business они говорят, что связь между провалом соотносится к недостатку знания. So, of all the things that can lead to failure in your business, And the people that I teach, I can see the difference of the students willing to do the work and research. И среди людей, которых я обучаю, я вижу разницу между теми, которые хотят работать и делать изучение, что ведет к успеху, против тех студентов, которые надеются, что все сработает, все будет хорошо. Я знаю, что у тебя огромный опыт работы с людьми, которые уже в бизнесе. Мог бы ты назвать основные ошибки, которые люди предпринимают, естественно, помимо того, что они не изучают бизнес до начала своего бизнеса? Какие основные ошибки они делают? Нам не хватает времени, чтобы перечислить все эти ошибки. Однако мы раньше еще говорили о трансформации. Самый большой вопрос. Являетесь ли вы предпринимателем? Имеете ли вы навыки, чтобы вести свой бизнес? Имеете ли вы такой темперамент, чтобы вести свой бизнес? Можете ли вы работать в такой среде, где вы постоянно не имеете контроль? То есть, номер один, являетесь ли вы предпринимателем? И затем мы возвращаемся к идее вашего бизнеса. Проверили ли вы ее? Поговорили ли вы с другими людьми насчет этой идеи? Многие предприниматели, они очень сильно боятся говорить насчет своих идей. Они боятся, что кто-то еще возьмет, заберет у них эту идею. И подумайте насчет всех этих бизнесов, которые вы знаете, что они открывались. Обычно это те бизнесы, которые повторяют что-то такое, что уже было и существовало. И что же вы делаете лучше или по-другому? Номер три – это где деньги? Как вы сможете позволить себе открыть этот бизнес? Вы должны понять, сколько вам это будет стоить для самого начала. Сколько денег вам на это потребуется, чтобы вы могли бы завести этот бизнес? И если вы сделали всю эту работу, исследование, и вычислили, что вам нужно 15 тысяч долларов, чтобы начать бизнес, прекрасно. А откуда придут эти 15 тысяч? И следующие, то есть, куда, с кем вы будете работать, как вы поведете этот бизнес? Я забыла, где мы были. Это проблема. Ничего страшного. Мы, я думаю, так-так приближаемся к нашему перерыву, поэтому мы соберемся сейчас с мыслями. Поэтому обязательно слушайте нас после рекламы, потому что я объявлю расписание очень интересных предстоящих программ. Друзья, мы продолжаем программу «Жизнь в Америке. Вопросы и ответы». И тема действительно интересная, поэтому участвуйте в эфире на студийный номер 971-319-1130. Да, пожалуйста, звоните, пишите. Хочу еще раз напомнить, у нас в гостях сегодня Билл Хортон, и он настоящий бизнес-эдвайзер. То есть, я хочу это очень сильно подчеркнуть, потому что, будучи в бизнесе, я сталкивалась с многими людьми, которые вешают на себя такой ярлык. Но, по правде, ни опыта, ни образования ничего за собой не имеют. Поэтому, я думаю, если вы слушаете нас, вы слышите, что слышно, что Билл имеет огромный опыт и экспириенс. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите с вашими вопросами, или даже если вам интересна его контактная информация, с удовольствием поделимся. Итак, продолжаем. Мы остановились на вопросе об ошибках, которые мы можем делать при начале бизнеса. И я хочу вам напомнить, что мы закончили на том, что мы говорили насчет того, сколько тебе, или вам нужно денег, чтобы начать бизнес. Кроме тех денег, которые вам понадобятся, чтобы начать бизнес, Вы должны также понять, будете ли вы иметь какую-то прибыль при предложении ваших услуг и обслуживании ваших клиентов. Сколько вам это будет стоить, производить тот предмет, который вы будете продавать? И сколько прибыли вы будете иметь на этом продукте? Сколько из них вы будете продавать в месяц? Позволит ли это вам получить достаточно много прибыли, чтобы оплатить ваши счета? И будете ли вы иметь успех, если вы будете оплачивать свои билы? Это был просто такой вопрос, чтобы вас подцепить. То есть вы должны быть способны себе заплатить. Сколько вы должны зарабатывать в этом бизнесе? И это вопрос, который люди себе часто не задают. То есть это часть ваших потенциальных ошибок. Вы должны понять, сколько вам стоит, чтобы прожить. И может ли этот бизнес оплатить эти затраты для вас? Потому что у вас не будет другой работы. Другой вопрос, который мы обсудили, кроме того, что будет ли вы достаточно производить, чтобы обслуживать ваших клиентов. Как вы будете делать объявления насчет своего продукта? Рекламировать. Как вы будете его рекламировать? Я слышу, как многие люди говорят, ой, я создам страничку интернета, я буду делать объявления на Инстаграме, и я создам себе последователей. Но это не план маркетинга. Чтобы вы предостереглись от ошибок в бизнесе, как вы расскажете вашу историю людям? Историю насчет того, что вы делаете. Историю о том, зачем я должен с вами работать. Почему вы любите эту работу, которую вы делаете? Я, извиняюсь, я должна прервать, у нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, прикрутите приемничек, и мы будем вас отлично слышать. Пожалуйста, прикрутите приемничек. Отлично. Мы слушаем вас, вы в прямом эфире. У меня два вопроса. Это от туповатого радиослушателя. Объясните мне, пожалуйста, какая разница между селс-эмплоером и хозяином смол-бизнеса? И какие плюсы и минусы, если можно скратить в общих чертах? И еще один вопрос. Если у хозяина смол-бизнеса контракт компании, компания предлагает ему в обслуживание инструменты, средства какие-то, но по дорогой цене. А хозяин смол-бизнеса знает, где можно дешевле и качественнее взять, и он может этим пользоваться. Но компания, которая заключила контракт, не разрешает этим пользоваться. Как можно вопросы отрегулировать в пользу хозяина компании? Еще раз уточнить быстренько. То есть вы работаете с компанией, и она обязывает вас купить какой-то инструмент, который гораздо дороже, если бы вы купили его напрямую. И вопрос как... Да, да, да. Поняла. Хорошо. Спасибо большое. Слушайте нас в эфире. Разница очень маленькая между тем, который... Является хозяином бизнеса и который работает на себя. И человек, который обычно задает этот вопрос, это тот, который дает займы. Например, я self-employed, то есть я работаю на себя, и я также являюсь предпринимателем или хозяином бизнеса. Вы можете работать на себя и можете иметь свой бизнес. То есть, как хозяин бизнеса, вы также можете быть работником своего бизнеса и таким образом иметь преимущество. И это в таком случае, если ваш бизнес является корпорацией, и для того, чтобы ваш бизнес стал корпорацией, вам нужно очень много работать. Но мне кажется, еще для меня такая разница в этих двух определениях в том, что self-employed – это как бы человек создал работу для себя. То есть ему достаточно, что он занят, и он какие-то свои минимальные биллы оплачивает. Хозяин компании – это тот человек, который действительно, как Билл говорил до этого, берет компанию и ведет ее на следующий уровень, где он планирует расширяться, потенциально нанимать рабочих людей, и, может быть, в один из моментов просто ею управлять, нежели делать все операции бизнеса. То есть, например, если привести пример, remodeling company, если ты тот человек, который принял клиента и сделал для него всю работу, и отослал ему инвойс, и ты заказывал материал, то ты self-employed, то есть ты человек, который выполняет все операции своей компании. Мне кажется, бизнес-owner или уже хозяин бизнеса, когда у тебя, может быть, есть человек, который хотя бы отвечает за принятие, отсылание инвойсов, другой человек у тебя уже идет на работу, а ты в это время занят тем, что ты ищешь других потенциальных клиентов. И плюс и минус заключается в том, что плюс, когда ты self-employed, что ты можешь легко зайти на рынок, потому что ты можешь побить цены любого человека или любой другой компании, ты можешь взять гораздо ниже за свою продукцию или услугу и все еще заработать и оплатить свои биллы. Но минус в том, что действительно, если что-то с тобой произойдет, если ты заболел, если тебе надо уехать на похороны матери или отца в другую страну, то твой бизнес встает на месте, и в это время ты ничего не зарабатываешь. Хозяин компании, естественно, имеет больше головной боли, потому что ты уже болеешь не только за свою зарплату, за зарплату больше, чем одного человека, и нужны крупнее объемы. Но плюс в том, что если какая-то ситуация, если нужно на вакейшн раз в год отъехать или на похороны, бизнес продолжает действовать и существовать без тебя. Поэтому как бы это такое мое мнение насчет этого вопроса. So the second question, I'm not sure if you're able to answer, but it sounds like he has relationship with a company that gives him a business, so he's a subcontractor for this business. And they insist that he buys a certain equipment from them, which is way more expensive if he buys it directly from the manufacturer. So his question, I'm not sure if it relates to your expertise, but how to deal and how to be in that kind of circumstances where otherwise you'll have to spend so much more money on it. Does he have other benefits attached with this relationship with the company? Получает ли он еще какое-то благо из-за того, что он будет покупать эти инструменты? Я думаю, нет. Я думаю, это, скорее всего, он просто субконтрактор, которому дает работу. I think, no, I think he's just a subcontractor who is being given work to do. Yeah, it sounds like he's being taken advantage of, actually. И похоже, что кто-то просто пользуется им. Unless they're guaranteeing him work for being a subcontractor with them. Если только они гарантируют работу ему, если он останется их под субконтрактором. Да, получается, здесь это больше как бы легальный вопрос, да? It sounds like it's more like a legal question. Oh, that can they charge him? Can they force him to buy? No, they can't, actually. So as a subcontractor, he's allowed to do or purchase things from anybody that he wants to. He doesn't have to buy tools from them. То есть, в таком смысле, могут ли они заставить его покупать эти инструменты? Нет, они не могут его заставлять покупать инструменты. Потому что если он является контрактором, то есть он должен иметь право работать так, как он сам выбирает. И покупать такие инструменты, как он выбирает. И, может быть, компания оправдывает это таким образом. А что мы дадим тебе больше работы или направим к тебе больше работы, если ты будешь покупать у нас инструменты? Оля, у нас есть звонок или сообщение? У нас есть сообщение, но я хочу напомнить, что у нас осталось, к сожалению, 10 минут нашей программы. И вопрос следующий. Как записаться на курсы в организации? Если вы пойдете на интернет-страничку Mercy Corps, то вам придется нажать на место, которое говорит о том, что вам нужно записаться в классы. Также, если вы захотите записаться на русском языке, вы можете позвонить Ольге. Ее рабочий телефон 503-891-7298 или 503... Извиняюсь, это было неправильно. Сейчас скажу правильно. Я посмотрела не туда. 896-5078. 503-896-5078. Пожалуйста, звоните ей до конца этой недели, потому что я знаю, на следующую неделю она уезжает в Россию. И у нас звонок. Здравствуйте, в прямом эфире мы слушаем вас. Еще раз добрый вечер. Я хотел уточнить по поводу инструмента при нашей принадлежности. Это касается электронных гаджетов, а точнее программы, которые в нее устраиваются. Компания требует, чтобы был определен электронный гаджет с программой от компании. Но мы можем эту же программу сами найти, сами закачать свой гаджет и ей уже пользоваться. Вот в чем вопрос. А они нам свой гаджет дают. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Но я думаю, что, может быть, вне программы мы уже на него ответим на такое частное. Как вы считаете? Да, если вы можете найти меня на фейсбуке, мое имя Полина Пержю. P-O-L-I-N-A. Last name P-E-R-J-U. Я с удовольствием отвечаю людям на месседжи. Также я всех принимаю в друзья. Это публичная страничка. И там же я делаю постинги насчет предстоящих программ. Да, и мы можем более подробно поговорить об этом вопросе. Значит, у нас осталось всего лишь 10 минут, из которых 5 принадлежат Биллу. Что бы ты хотел сказать в это оставшееся время? We have only 10 minutes left for this program, and you have 5 minutes to go. So what would you like to say in those 5 minutes? Wow. Okay, here we go. I love the calling questions. I'd probably like to talk about a couple of things that are typical, no matter what your business, these are things that you generally share with other entrepreneurs, challenges that they face, and what you can do about that. Я думаю, что я бы хотела поговорить о том, что является общим между бизнесами, о том, какие вызовы, какие проблемы они встречают, и как с ними справляться, как они могут рассказывать об этом другим людям также. I told you I was getting longer. No problem. So, first off, based on where you are in your business, в зависимости от того, где вы находитесь в вашем бизнесе, что вы делаете, чтобы развивать стратегии продажи? And you ask, what's a sales strategy? А вы спрашиваете, а что такое стратегия продажи? How do you keep track of all the clients you work with? Как вы следите за каждым из ваших клиентов, с которыми вы работаете? When do you contact them? Когда вы обращаетесь к ним? Когда вы с ним делаете связь? Кто из них является вашим самым хорошим клиентом? С какими из них вы должны работать на постоянной основе? And can you identify who those people are? What makes them your best clients? Можете ли вы назвать, кто эти люди, и что делает их самыми лучшими клиентами для вас? I think there are three key items to identify your best clients. Я думаю, что существует три ключевых вопроса, которые определяют ваших наилучших клиентов. Number one, they pay your price. Number two, they value your time. So they work on your schedule. Number two, they value your time. Number three, they tell everyone about your work. And how good you are. And number three, они всем рассказывают о вашей работе и насчет того, как хорошо вы работаете. Another typical challenge for new businesses or businesses in expansion mode. И другая вещь, проблема, с которой встречаются бизнесы, которые находятся в стадии развития. Когда вы пересматриваете свою структуру цен? Когда был последний раз, когда вы поднимали цены? Или же вы боитесь, что вы не можете поднимать свою расценку? Вы уже находитесь на самом максимуме. Мы платим больше за еду, мы платим больше за бензин, мы платим больше за страховку. И клиенты, они понимают поднятие цен, если вы им расскажете насчет этого. So my question to you is? Мой вопрос к тебе? Are you charging what you're worth? Вы предлагаете ли им такую расценку, которая стоит вас? Or do you wish you were charging more? Или же вы хотите, чтобы вы просили их платить больше? Another common challenge for business owners is how do you navigate your finances? Do you meet with a bookkeeper on a regular basis? А другая проблема, с которым встречаются хозяева бизнеса, как вы справляетесь со своими финансами? Встречаетесь ли вы своим бухгалтером на постоянной основе? Или же вы боитесь своих финансов и того, что они вам могут сказать? Или же вы пользуетесь ими, чтобы они подсказали вам, какие решения принимать? Are you using the right vendors? Or did they raise their prices and you didn't know? So there's a couple of, and let's talk about maybe a couple of stories as we wrap up. We have a couple of minutes left to go. I want to talk to you about one of my current clients I'm working with. И так как у нас осталось несколько минут, я бы хотела вам рассказать несколько историй моих клиентов, с которыми я работаю. Один из них, у них был огромный прирост бизнеса, они просто утопали в этом. И они стали паниковать, потому что они чувствовали, что они находятся посредине слишком большого хаоса. И им нужно было научиться, как работать посреди этого хаоса. Когда ваш бизнес расширяется, то это всегда сопровождается хаосом. И ключ заключается в том, чтобы вы нашли ключевые вопросы, с которыми нужно работать посредине всего этого хаоса. Имеете ли вы уверенность, что вы сможете справиться с этими вопросами? И если вы видите новую возможность вашего бизнеса, хотите ли вы предпринимать этот риск и справиться с этой проблемой? Или же вы боитесь, что это повлияет на все, и вы просто хотите остаться в таком месте, где вы безопасны? И если вы не предпринимаете никакие риски на данный момент, то вы просто находитесь на месте, где вы чувствуете себя уверенно. И вы находитесь на месте уверенности, из-за того, что вы боитесь совершить ошибки? Провал в бизнесе – это часть того, что вы делаете какие-то риски. И мы говорили о том, что с собой несет расширение бизнеса, что происходит, когда вы расширяете его, какие вопросы встречаются. Если возможно, в одном предложении у нас осталось несколько минут. И я хочу это заключить только в одном. Если я мог бы вам оставить одну ключевую вещь. Можете ли вы говорить с уверенностью о вашем бизнесе? Рассказываете ли вы ясную историю насчет вашего бизнеса? Если вы можете связаться со своими клиентами, найти связь с ними. Тем, что вы рассказываете им, по какой причине вы находитесь в бизнесе. И вы создаете эту связь, когда они хотят с вами работать. И вы больше не продаете, вы общаетесь. Билл, если вы не хотите, я расскажу вам информацию о консультации. Для кого-то, кто хочет, чтобы общаться в связи. Значит, наша программа, к сожалению, подходит к концу. Вернее, почти подошла. И если у вас есть какие-либо вопросы, или вы хотели получить консультацию, наш сегодняшний презентер, его зовут Билл Хортон. Его прямой телефон 503-515-2602. А говоря о предстоящих программах, 3 и 10 октября, в следующие 2 понедельника, у нас будет специалист по кредитной истории, с которым я знаю лично много-много лет. И я вам обещаю, это не какой-то обманщик, который чинит кредитные истории. Ту правдивую информацию о своей кредитке, которую вы услышите, поможет вам не только в личной, как бы вашей финансовой сфере, но и в бизнесе. 17 октября у нас придет специалист по маркетингу. И он будет, кстати, русскоговорящий, поэтому я думаю, что у вас особенно будет легко задавать вопросы. 24 октября у нас придет специалист, это Commercial Real Estate Agent, который поможет помочь вам в случае, если вы ищите место для своего бизнеса. И 31-го у нас будет специалист по бизнес-этикету. Поэтому слушайте нас в предстающие понедельники. Очень интересный анонс. Друзья, оставайтесь с нами. У нас впереди множество интересной информации для вас. Но я благодарю спикеров этой передачи «Жизнь в Америке. Вопросы и ответы». Thank you so much. Thank you, Bill. Absolutely.